It says that 10 years from now, if you're a 65-year-old who's eligible for Medicare, you'll get $6,400 more than you would today. Привет, друзья. Всем больше. С вами Василий Макаровский. И, как вы поняли, речь пойдет сегодня о Джо Батни. Разбудили. Приветствую, друзья. На прошлой неделе выбирали нового президента Украины. То есть, простите, Америки. Это были одними из самых, если не самые грязные выборы в США. В истории США. Вдумайтесь только, в бюллетенях значатся люди возрастом под 150 лет, которые давно покоятся на кладбище. Друзья и джентльмены, я хочу спасибо всем, что вы приехали. И вы выбрали за Батни. Спасибо. Спасибо большое. Команда Трампа заявляет про массовые фальсификации, а СМИ, которыми управляют, конечно же, глобалисты, уже назначили Джо Байдена победителем. И сегодня мы вспомним, чем больше всего знаменит Джо Байден. Тот самый Сону Джо. Итак, это топ-5 ляпов Джо Байдена. Но для начала, кто такой Джо Байден? Некоторые его называют прямо кандидатом от Украины. Вот, смотрите, это кандидат от Украины Джо Байден в 2014 году выступает на месте спикера Верховной Рады на Согласительном Комитете в Парламенте Украины. Кстати, вот фото, как Джо Байден сидит на месте спикера Парламента Франции. А, нет такого фото. А вот Джо Байден на месте канцлера Бундестага. Стоп, и такого фото тоже нет. А что есть? А есть компания Буризма, которая хотела добывать сланцевый газ в Украине, закачивать его в трубопровод, направляющийся в Европу, и продавать европейцам. А при чем тут Джо Байдена, спросите вы? А при том, что в лучших традициях украинского политического кумовства членом НАП-совета этой компании был сын Байдена Хантер. До того момента никогда не занимающийся ни газом, ни поставками. И когда президент США наконец-то избран, на перегонки все бросились его поздравлять, в том числе, конечно же, и Зеленский. Так кто же такой Байден? Это самый старый президент США за всю их историю. Ему на данный момент 77 лет. Чтобы вы понимали, Брежневу, когда он умер, было всего-то 75. Он то что-то забудет, то что-то не вспомнит. К примеру, когда баллотировался дважды на протяжении избирательной кампании, утверждал, что баллотируется всего лишь в Сенат. Чтобы было еще понятнее, кто это, впервые сенатором Байден стал в возрасте 30 лет. То есть без малого 50 лет назад. Это тогда, когда еще гремел Генри Киссингер, в Китае правил Мао Зе Дун. А в СССР не так давно от власти остранен Никита Хрущев. А в Британии только-только распалась группа Битлз. Тогда, когда Байден занял важнейший государственный пост в США, моему отцу было там что-то около двух лет. И, конечно, столь преклонный возраст не может не сказываться на его поведении. Хотя, как утверждают, тупил он всегда не из-за возраста. Итак, топ-5 ляпов Джо Байдена. I'm Joe Biden. В 2012 году, рекламируя свой политический опыт, он заявил. Я знал восьмерых президентов, трех из них интимно. Ну, видимо, он хотел сказать, что близко был знаком, но слово не воробей. Выступая перед спонсорами однажды и прессой, Джо Байден заявил. Мы создали, я думаю, самую обширную и всеобъемлющую организацию по фальсификации выборов в истории американской политики. Да, некоторые вот статы звучат просто как какая-то шутка или анекдот, но на самом деле вы можете проверить все эти статы. Третий ляп. Однажды в штате Айова, рассуждая об образовании в Америке, Байден сказал избирателям. Существует мнение, что если вы бедны, то вы с этим не справитесь. А ведь бедные дети столь же умные и талантливые, что и белые дети. Эти слова тогда оставили впечатление, будто чернокожие дети непременно являются бедными. Ну, собственно, такой весь Джо, понимаете, такой весь Джо. Ну и, наверное, самый, не знаю, знаменитый ляп, когда Байден перепутал жену и сестру. Этот день не зря называют супер-вторником. Кстати, это моя младшая сестра Валерия, а я муж Джилл. Ой, нет, вы местами поменялись? И это моя жена, а это сестра. Это были топ-5 ляпов Джо Байдена. Всем пока, до скорого. Гудбай, Америка. Субтитры сделал DimaTorzok